Вы слушаете радио Болтком. Мы расскажем, чем это закончится, а у нас на прямой связи экономист Евгения Зайцева. Евгения, добрый день. Давно вы у нас не были в эфире. Наверное, и вам задают вопросы, и те, кто обращается к вам за консультацией. Просто знакомые, что же нас ждет с 1 июля, и кого вообще затронут эти изменения, если все-таки они не будут остановлены. Добрый день. Поправки действительно уже возбуждают общество. Они возбуждали общество у нас в конце прошлого года. И в начале этого года, когда закон вступал в силу. Потом попритихло, и сейчас опять началась очередная, скажем так, скрытая паника. Что и как делать. Самый вопиющий случай. Позвонила моя клиентка. Она имеет хобби, то есть занимается хозяйственной деятельностью. Где-то работает. Работает на неполную ставку. И бухгалтер этой конторы ей позвонил и начал ее допрашивать. А каковы ее доходы в других местах? Это вообще, конечно, шоковое состояние. Что это такое? Почему вдруг бухгалтер какой-то организации интересуется о таких интимных вещах? Какой уровень доходов конкретного работника? Ну, все оказалось гораздо проще. Бухгалтер наслушалась комментариев о том, что с 1 июля нужно всем якобы платить 500 евро. Независимо от того, сколько человек работает. Это какой-то минимальный социальный платеж, да? Ну, понимаешь, Абик, вот это название «минимальный социальный платеж» никто не помнит. Все помнят 170 евро и помнят 500 евро. Да. Что надо платить 500 евро. Это самое плохое, что у нас есть. Так было всегда, когда специалисты, бухгалтера упрощали себе жизнь и запоминали цифры, не запоминая, что за ней стоит. Одно время у нас было введено право на подарок работника, и в законе было прописано, что не облагается налогом подарок работнику от работодателя, и тогда в размере минимальной зарплаты. Тогда минимальная зарплата была 50 латов, и бухгалтера запомнили 50 латов. Когда минимальная зарплата уже стала 150, они по-прежнему утверждали, что подарок можно давать только 50 латов. Вот сейчас история повторяется. Значит, первое, о чем надо говорить. У нас есть понятие, которое вводится в обязательном порядке и в полном объеме с 1 июля 2021 года. Называется «объект минимального социального страхования». Объект минимального социального страхования, который приравнен к размеру минимальной зарплаты. То есть в 2021 году у нас минимальная зарплата 500, поэтому объект минимального социального платежа 500. Если система будет работать дальше и на 2022 год минимальную зарплату увеличит, то объект минимального социального платежа, соответственно, будет больше. Это то, что мы имеем сегодня. То есть расшифровка 500 евро. А второе. 170 – это якобы социальный платеж с этой минимальной зарплатой. Но это тоже не совсем так. Не совсем так. Почему? Потому что у нас социальный платеж, размер его, он определяется в процентах, зависит от категории конкретного работающего лица. Если мы имеем дело с обычным работником, то у него объект обязательного социального платежа будет составлять 34,09% от минимальной зарплаты. Это и будут эти 170 евро. Если человек работает по другому статусу, например, сезонный работник, или человек работает у иностранного работодателя, или человек занимается хозяйственной деятельностью и, соответственно, относится к категории самозанятых лиц, у них процент, который нужно заплатить с 500 евро, на порядок меньше. Кроме того, существует еще и отдельный платеж на пенсию для самозанятых лиц. Вот такова ситуация. Это то, что у нас действуют нормы законов. Теперь что же будет с 1 июля? С 1 июля у нас установлено, пока установлено в законе о социальном страховании. Это не закон о подоходном налоге с населения, это закон о социальном страховании. Там предусмотрено, что за каждого работающего, то есть если человек не работает, если человек безработный просто не работает, к нему это не относится. Речь идет о каждом работающем человеке. То есть за каждого работающего человека в социальный бюджет должно быть внесено социальные платежи не меньше, чем с минимальной месячной зарплатой, которая сегодня называется объект минимального социального платежа. Но! Речь не идет о том, что на конкретном рабочем месте человек должен получать 500 евро. То есть человек может работать на неполную ставку. Конечно. Человек может работать в нескольких местах и так далее. Значит, что будет происходить? Как прописано в законе? В законе прописано, что закончится третий квартал 2021 года. Это июль, август, сентябрь. Три месяца. Они закончатся, эти три месяца. Все данные о всех доходах, о всех доходах работающих лиц поступят сначала в налоговую инспекцию, потом они будут переадресованы в отношении доходов физических лиц, с которых уплачены социальные платежи. Они будут переадресованы ВСАА. Да. Агентура. Государственная агентура социального страхования. Это та контора, которая занимается начислениями и выплатами пенсии, пособий и так далее. Эта контора ведет всю базу данных о всех доходах физических лиц, с которых уплачены социальные платежи. И на основании этой базы данных рассчитываются все пособия в нашей стране. И вот этой конторе по итогам третьего квартала будет поручено подвести итоги, кто из работающих лиц недополучил минимальный доход в размере 500 евро на месяц или полторы тысячи евро за квартал. Третий квартал – это июль, август, сентябрь. Если у кого-то будет недобор доходов, с которых уплачены социальные платежи, а туда будет включено все – и зарплата, и гонорары, и доход от хозяйственной деятельности, и доход… Ну, все-все виды доходов, которые облагаются социальными платежами. Хоть патенты, да. Да, патенты у нас остались только для пенсионеров и инвалидов в этом году. Значит, все это будет сложено, и будут определенные люди, за которых недоплатили социальный платеж. И вот после этого, когда будут определенные те люди, по которым недоплатили социальный платеж, эта же организация, ВСААА, ВАЛС-Обдрож, наша агентура, она разделит сумму недополученного дохода. Допустим, у человека доход не полторы тысячи получился, а тысяча двести получилось. То есть 300 евро недобора, то есть 300 евро недоплатили социальный платеж. И эта организация, она посмотрит, почему возникла недоплата. И разделит сумму социального платежа и его доплату пропорционально на тех лиц, которые выплачивали этот социально облагаемый доход. То есть если человек где-то работал и, допустим, из этих тысяча двести получил в одном месте тысячу, значит, соответственно, большая часть доплаты попадет на это лицо, которое выплатил эту тысячу. Если человек большую часть получил как самозанятое лицо, значит, доплачивать будет он как самозанятое лицо. Но, но, опять-таки, доплата не будет в полном объеме. Если человек был только работником, то тогда доплата будет предусмотрена до 34,09% с минимальной зарплаты. Если человек являлся самозанятым лицом, или человек получал авторское вознаграждение, там другие правила, и с человека, который занимается хозяйственной деятельностью, самозанятое лицо, если у него чистый доход не составил 500 евро в месяц, ему не смогут потребовать заплатить социальные платежи с этих 500 евро. Ему придется доплатить только 10% на пенсию вот до этого объекта минимального страхования. Это вот это будет. Но это еще не все. Это еще не все. На всю эту работу агентурия социального страхования государство отвело два с лишним месяца. 20 декабря эта информация о том, кому сколько чего надо доплатить, поступит в налоговую инспекцию. 21 декабря информация поступит конкретному налогоплательщику, это будут юридические и физические лица, о том, кому сколько надо доплатить социального платежа за третий квартал 21 года. А срок уплаты в законе определен 23 марта 22 года. То есть, вот так прописано пока в законе. Вот я все-таки хотел спросить, может быть, я не знаю, такую даже в какой-то степени политическую оценку дать. Для чего вообще это было сделано? Какая сверхзадача? И не слишком ли это сложная система в очередной раз? Ну, скажем так. Идея, как всегда, влагая. У нас очень много относительно молодых людей в возрасте 30-35-40 лет, у которых практически отсутствует социальный стаж. Это факт. Поэтому идея такая, чтобы каждый человек сегодня, пока он трудоспособен, позаботился о пенсионной подушке. Да. Я бы, конечно, если бы я реализовывал эту идею, я бы акцент сделала на пенсионном страховании. Вот общая сумма социального платежа 34,09%, не меньше, чем 20%, в этом году, по-моему, 22% уходит на пенсию. И я бы установила, что объектом обязательного социального страхования является уплата на пенсию процента. Тогда у человека был бы более понятный шкурный интерес. Хотя многие молодые люди считают, что до пенсии не доживут. То есть идея благая. Система пока, во-первых, пора будет сверхсложная. И я не знаю, насколько готова к этому программное обеспечение службы государственной агентуры социального страхования. то, что мы имеем с начала этого года головной боль все предприятия имеют головную боль с налоговой инспекцией в связи с введением единого налогового счета. Тоже благая идея, которая пока реализована настолько плохо и недостоверно. Непонятно, что мы от нее страдаем. Я думаю, что здесь то же самое будет, потому что существуют разные ставки. И в тех примерах, которые показывала, представляли Министерство финансов, когда утверждали в бюджетном пакете эти поправки к закону о социальном страховании об этом объекте социального платежа, примеры были плохо понятны, так скажем, немножко противоречивы. И, насколько я помню, в законе было прописано в правилах перехода обязанность правительства до 1 июня подать дополнительные разъяснения поправки по применению этих норм закона к человеку, который занимается самостоятельной хозяйственной деятельностью. В первую очередь, то есть нельзя у человека потребовать заплатить то, что он не заработал. С одной стороны, с другой стороны, совмещение. Какую же ставку применять, если человек работал и как работник, и как самозанятые лица. То есть опять будут проблемы. Ну и то, о чем я еще не сказала, вот этот объект обязательного социального страхования имеет большой список исключений. Очень-очень большой список исключений, на кого не будет распространяться обязательное требование уплатить социал с 500 евро, то есть с объекта минимального социального страхования. первыми в этом списке исключений являются пенсионеры. Во вторую очередь, это инвалиды, только единственное, сейчас не вспомню, все три группы или только вторая, первая группа. Далее сюда относятся, скажем так, молодежь до 24 лет, которая учится пил на лайка студии. Ну, понятно, очное обучение, да. Да, очное обучение, студенты, есть там еще много позиций, то есть там порядка 20 позиций. Но вот эти три основные, по сути дела, они должны работать позитивно, заинтересовывать работодателя, брать на работу пенсионеров, людей как бы предпенсионного возраста, потому что сегодня он еще не пенсионер, завтра пенсионер и будет выгоден, кроме того, что социальный платеж за пенсионера меньше, чем за непенсионера, но инвалиды и вот студенты. Да, я хотел, может быть, такой задать вопрос, более концептуальный. Спасибо за это разъяснение. Не исключено, что действительно правящей коалиции удастся договориться и отложить вступление в силу вот этих изменений. Там ведь еще изменения, касаемые микропредприятий вот в этом пакете. В пакете микропредприятия там изменения более кардинальные. Да. Они принципиальные. Первое, что я хочу подчеркнуть с объектом социального страхования, что те, кто платил и платит налог на микропредприятие, они в том числе платят социальный платеж. Очень многие не понимают, что налог на микропредприятие это комбинированный налог, который состоит из нескольких налогов. В первую очередь из социальных платежей и подоходного налога с населения. Поэтому можно четко сказать, если сегодня месячный доход физического лица, который имеет статус плательщика микроузнием НОДОКЛИ, налога на микропредприятие, в месяц составляет 800 евро, то этот человек 200 евро по ставке 25% уплачивает налог на микропредприятие. И 160 евро из них уходят на социальный платеж, что полностью покрывает социальный платеж для физического лица, ведущего хозяйственную деятельность по статусу самозанятого лица. То есть если вот люди, занимающиеся хозяйственной деятельностью, сохраняющие статус микропредприятия, будут получать по 700 евро, у них вообще вопросов от оплаты не возникнет. Это как бы то, что вот в рамках социального платежа. То, что меняется для микропредприятий с 1 июля 2021 года. Первое пропадает понятие работник микропредприятия. Этот статус, это понятие у нас существовало для старых микропредприятий первые полгода 2021 года. С 1 июля остается понятие только собственник микропредприятия. И если у нас есть СИА, старое микропредприятие, которое работает уже не первый год, то до 1 июля здесь могли быть наемные работники, с 1 июля здесь остается собственник микропредприятия и налог, который будет уплачиваться как микропредприятие, налог пойдет только на этого собственника, как физическое лицо. А те наемные работники, которые были работниками микропредприятия, в этом СИА должны быть 30 июня уволены как работники микропредприятия. И если они микропредприятию СИА нужны, они с 1 июля должны быть приняты на работу как обычные работники. То есть с ними переключается трудовой договор или вносится поправка изменения к старому трудовому договору и через систему ЭДС подается Зиня Спардарба не МС, где 30 июня человек уволен 25-й код, а тут же подается в этом же сообщении с 1 июля указывается код 11 обычный работник обычного предприятия. Для физических лиц, которые работают со статусом микропредприятия ничего не меняется. Они тоже, если им нужно, могут нанимать на работу работников, но это будут обычные работники с обычным трудовым договором, с обычными правилами, с обычной зарплатой и так далее. Это вот то, что касается микропредприятия. СИА у нас будут работать со статусом микропредприятия, старые СИА будут работать до конца 2021 года. 1 января 2022 года они этого статуса лишатся автоматически. Физические лица могут продолжать работать со статусом микропредприятия, для них, я надеюсь, ничего не поменяется. Да. Спасибо за эти разъяснения. Теперь, может быть, такой вопрос более общий. Вот сегодня Совет по фискальной политике призвал правительство постепенно сворачивать ту помощь, которая, видя пособия по простою, субсидии по зарплатам или грантов на оборотные средства, оказывалось, ну, с момента начала чрезвычайной ситуации, чрезвычайная ситуация прекращена до юра, но, как мы знаем, ограничения для целого ряда бизнеса существуют, а значит, оказывается помощь. Вот, как бы вы это покомментировали, можно ли говорить о том, что, видимо, и фискальный совет понимает, что деньги заканчиваются в казне на эти цели? Ну, фискальный совет, может быть, умеет считать деньги в своем кармане, то бишь, в кармане бюджета, но, к сожалению, фискальный совет плохо разбирается в реалиях экономики. Вот, налоговая инспекция получила команду сворачивать выплаты декста вас по баллу, пособия по простою, да, пособия по простою, грантов и так далее, уже в отношении выплат за март месяц, уже в отношении выплат за март месяц, и более жестко они сейчас приступили к ограничению выплат за апрель. Приведу пример практически абсолютно. Парикмахер, регистрированная хозяйственная деятельность. 1 марта теоретически разрешили работать парикмахером. Вы же понимаете, если контора была закрыта с декабря, то люди отвыкли, забыли и так далее. и попросили естественно декста вас по баллу, потому что критерии совпадают, сумма дохода составляет хорошо, если 30% от доковидного уровня, налоговая инспекция запрашивает пояснение. А почему вы просите помощь декста вас по баллу, способия по простою, вам же разрешили работать. Но простите меня, разрешили работать как? Со большущими ограничениями. Невозможно организовать нормальную ритмичную работу. Если раньше за час можно было служить 4-5 человек парикмахеру, а то и больше, в зависимости от каких видов работы выполнялись, теперь на одного человека нужно работать только с одним человеком, только один человек в определенной облигенной площади. Второе. У многих людей возник страх, ведь государственная пропаганда постоянно говорит о том, что страх заразится и все прочее. Я тут недавно с удивлением узнала, что расстояние 2 метра между людьми, которые остановили нас в Латвии, эти 2 метра, это оказывается наше латвийское изобретение. ВОЗ рекомендует, Международная организация здравоохранения, рекомендует, знаешь, сколько? Так, сколько? Только метр. Только метр между людьми. Отдельные страны решили перестраховаться. Мы ввели полтора метра, а мы ввели два, хотя уровень заболеваемости у нас не ниже. Это то же самое, что с завтрашнего дня магазины в торговых центрах могут работать, если у них есть отдельный выход. Это значит, нужно перестроить весь торговый центр, чтобы магазины могли работать. Нонсенс. Вот, это реальные наши. Третья причина, почему нельзя получить доходы сразу такие, как они были на ковидном уровне, которые обеспечивали выживаемость человека, просто-напросто люди должны привыкнуть. То есть, есть начало бизнеса или восстановление бизнеса, это минимум два-три месяца. Ну, хорошо, написали объяснение, дали пособие. Надеюсь, что за апрель тоже дадут, потому что доходы еще не восстановились. Это мартовские были ограничения. Сейчас апрель. У нас клиент, он занимается чем? Он занимается обслуживанием вентиляционных и кондиционерных установок. И, естественно, что у него работы почти нет. Понятное дело, да. Офис это фактически. Вот вчера мы получили решение отказ выплатить дикста в СПАБАУС, пособие по простому. Причина очень простая. В вашей же отрасли нет ограничений. Простите, в нашей-то нету. Но у наших заказчиков, а кто заказчики вентиляционного и кондиционерного оборудования? Офисы. Гостиницы, в первую очередь. Весу МАЭС, гостевые дома. Да. Торговые центры. Которые в основном не работают сейчас, да. И офисы, в последнем очереди. Да. Офисное здание. Все они находятся в состоянии полупростое. Если у них где-то какой-то кондиционер не работает, что они сделают? Они его просто отключат в этом помещении. Они уже это сделали. И что? Клиент, который добросовестно работал, который в ноябре, в декабре, в январе, в феврале ничего не просил, потому что у него была работа, он работал на новых объектах, которые только строятся, да. А сейчас у него остались только новых строительных объектов нет, остались только вот это обслуживание, которое не обеспечивает его работы. И что? Ему не положено пособие по-простою. То есть это вот реальность жизни экономики. А как ему жить? Да, а на что ему жить? То есть он же не просто так просит. Отчет есть, посмотрите, пожалуйста, есть ПВН, декларация, все. Клиент честный, да, у него были и хорошие доходы там месяца и все прочее. Вот это реалии, спрашиваешь фискальные, сайт фискальных, налоговая инспекция уже выполняет указания неофициальные правительства, как бы официальные, там поменяли очередной раз правило, какую-то запятую, какое-то предложение вписали. Контролировать более углубленно, почему клиент просит пособие по-простому. Если мы говорим вообще об экономике, о финансовой системе, есть два мнения. Эксперты-оптимисты, я бы так сказал, говорят о том, что ну подождите, вот только это ведь не системный кризис в экономике, стоит закончиться пандемией и вот снять все ограничения, и экономика заработает в полную силу, все будет хорошо, бюджет будет хорошо пополняться, будем отдавать вот долги, которые мы тут набрали за этот год пандемийный. Есть и пессимисты, которые говорят о том, что вот последствия экономические от пандемии будет намного дольше, и они не закончатся ни в этом году, и то хорошо, если в следующем. Вы к какой группе себя причисляете, и как бы вы прогнозировали ситуацию, ну когда все-таки мы рано или поздно, я надеюсь, от этого ужаса уйдем? Я реалист. То есть нельзя говорить ни об оптимизме, ни о пессимизме. Ситуация очень простая, реальная экономика, реальная жизнь, то, что у нас, если сейчас одномоментно снять все ограничения, да, и сказать, работайте, как работали раньше, то минимум нужно закладывать три месяца, шесть месяцев, где-то девять месяцев для того, чтобы просто бизнес начал работать в прежнем режиме. То есть я говорю, одномоментно снять все ограничения. Это от трех до шести месяцев, а то и больше. Иначе просто невозможно. Это закон бизнеса реального. Запуск бизнеса. Второе. Ограничения не снимаются. Третье. После этой пандемии, после этих всяких карантинов, локдаунов и так далее, у потребителей формировалось очередной раз определенный страх перед потреблением. И то, что это так, уже торговцы почувствовали. Если я до сих пор немножко отдыхала от рекламы на YouTube-каналах, на телевидении, то буквально начиная последнюю неделю, все телевидение забито, вот в YouTube-телевидении и так далее, забито местной рекламой. Да, я тоже обратил внимание. То есть, это говорит о чем? О том, что все-таки, хотя и сняли какие-то ограничения, нету потребительского спроса. А потребительский спрос, особенно для Латвии, это первый источник роста экономики подъема. Строительство, как таковое, тоже один из механизмов подъема экономики, но не сработает оно. Даже попытка запустить, загнать деньги в землю, начать строительство Райл-Балтика не спасет нас. Все, что было бы рационально, это вкладывание вот этих денег, которые получены на возрождение экономики, не в мифическую зеленую энергетику, а в реальное развитие автодорог. Их колоссальный капитальный ремонт, строительство новых дорог, вот это дало бы экономический эффект, потому что без транспортных магистралей ничего не получится. Мы, к сожалению, вот эти деньги, сейчас уже говорят около двух миллиардов, миллиард семьсот сорок, что-то такое, Латвия получила на развитие экономики, на поддержание пандемии и так далее. У меня только простой вопрос, где эти деньги? Реальный сектор экономики в виде дыкстал, из грантов не получил их. Да? Хорошо, если 100 миллионов на это пошло. Напомню, что первый локдаун весной прошлого года на все пособия ограничения был выплачен по-моему 59 миллионов. Да, ну хорошо, но сейчас, может быть, период больше был, лучше благоприятную злобу. Но 200 миллионов, господа, вы выплатили. А где миллиард семьсот? Семьсот сорок? Я не знаю, где эти деньги. Ну, Барь, Балтики, наверное. Еще в других компаниях, конторах и так далее. Да, вот тоже интересно, если мы вот следим за вот этими этапами постепенной отмены ограничений, вот иногда действительно создается такое ощущение, что вроде бы надо что-то делать, вот мы как бы и делаем. Да, вот мне принято решение с сегодняшнего как раз дня, с 20-го числа позволить работать тем магазинам, которые расположены в торговом центре, ну, технически, но у них есть отдельный вход, то есть, а те, которые просто в торговом центре... Это же нонсенс. Ну, это же нонсенс, да. Это нужно пробить в стекле дверь, нарушить несущие конструкции, по сути дела, стабильность издания, потому что весь торговый центр, его смысл был в том, что открытые двери в галерею прохода. Конечно. И так держатели торгового центра говорят, ребята, у нас воздух в два раза или в три раза чище, чем в маленьких магазинах. А вы что, хотите опять закрыть? Закуточки сделайте опять, создать условия для распространения вируса. Опять сделать скопление, как сделали скопление людей с целью избежать скопления людей. Да. 9 мая памятника освободителям. Как для того, чтобы избежать столкновения, сделали очереди на вакцинацию и так далее. О чем идет речь? У нас вот, я не знаю, вот эти, те, кто создали эту комиссию в СЭМе. Может быть, пора, например, наконец, спросить, кто выдумывает эти ограничения и порядок снятия ограничений. Может быть, пусть эти люди ответят перед страной за то, что есть. Они копаются, как тут Заринч предлагает мифически, кто же закупил эту вакцину ту или не ту. Но там была лотерея, там бессмысленно, только для пиара господин Заринч поднимать этот вопрос. А вот вопрос реальный. Кто выдает эти рекомендации, которые принимает правительство, министр как бы не отвечает. Им выдали консультанты, эксперты и так далее. Вот я бы хотела, чтобы гласили этот список и именно эти люди бы публично объяснили, почему это можно работать в торговом центре в какой-то там площади было четырех тысяч или сорока тысяч и так далее. Семь тысяч квадратов уже не могут работать вот эти магазинчики в торговых центрах, да. Ну да. То есть вообще непонятно. Мы снимаем ограничения. Литовцы, вон сегодня Евронюс сообщил, литовцы празднуют ограничения, показывают Вену, люди сидят в кафе друг с другом рядышком, никаких этих два метра расстояний. А у них там уровень заболеваемости выше. Уровень вакцинации не выше нашего. Так в чем дело? Что сознательно добиваются еще раз обострения. У нас и так сегодня проблема с суицидами безумно. Это то, что уже выпало на поверхность, то, о чем уже просто начали говорить. А сколько еще других скрытых проблем? Да, мы знаем, что сейчас ситуация тяжелая в правительстве в связи с этой историей с министром экономики Виттенбергсом, но я думаю, эта ситуация в правительстве станет еще более тяжелой осенью, когда будут принимать бюджет страны на следующий год. Там есть определенные требования медиков по очередному повышению заработной платы и другие, плюс эти все долговые обязательства. Как мы вообще сведем концы с концами? Ну, концы с концами мы можем свести только просто элементарно. сократить на 10-20% содержание квас-аппаратов и все. Это вы на святое замахнулись сейчас. Почему? Если мы говорим я реалист, я не оптимист, не пессимист, я реалист, я реально знаю куда уходят деньги. В связи с пандемией, с закрытием локдаунами, очень резко сократился объем нормативных документов, которые приходят из Евросоюза, которые нужно перемести на латвийский язык и вписать один к одному буквально после перевода в латвийские нормативные документы. То есть, исходя из этого, 20% минимум состава всех работников каждого министерства могут быть сокращены, а то и больше. Я уж не говорю о том, что нам достаточно вместо 13 министерств иметь 9 министерств, и больше порядка было бы. Потому что если бы мы объединили в одном министерстве, у нас есть Министерство благосостояния, Министерство здоровья, в составе Министерства регионального развития есть слово среда. Эти три вещи, благосостояние народа, здоровье и окружающая среда, надо бы объединить в одну команду, тогда бы одно ведомство отвечало за здоровье от рождения человека до смерти, и так как она бы распоряжалась своими финансами, у нее появился бы экономический стимул, мотивация оптимально расходовать деньги, чтобы в середине жизни у человека на медицину тратилось бы меньше, и в конце жизни тоже тратилось бы меньше, тогда чиновники получали бы больше. Логично родим. Но не может быть министерство, которое контролирует самоуправление, заниматься окружающей средой, потому что это две взаимосвечающие задачи. чисто экономически. Ну и так далее. Опять-таки, да, министерство культуры нужно, но его можно было спокойно объединить с министерством образования, науки и спорта, и туда добавить культуру. Все вместе, вот эта вся социально-культурно-образовательная сфера была бы в одних руках, было бы хорошее министерство. Ну, я уж не говорю о четырех министерствах, которые друг другом дерутся и делят пирог. Это министерство экономики, которое неизвестно, за что отвечает, министерство сообщения, министерство земледелия и министерство регионального развития и среды. Да. Это все составные части экономики Латвии, народного хозяйства, и они между собой дерутся, по партийной принадлежности делят финансы. Так, ребята, давайте объединим, чтобы они внутри министерства между собой договаривались и выходили уже наружу требования к бюджету и договорили единые, чтобы не было так, что вот Райл Балтика сейчас планирует строительство очередного моста через Даугову для этой новой железнодорожной ветки, отчуждая где-то какую-то территорию, а министерство экономики не может обеспечить и там строительные и всем прочим вещам. Вот вам пожалуйста, вот у нас было бы три серьезных блока здоровья всей нации и всего государства, развития всей нации и государства культурное, духовное и прочее и экономическое развитие всей нации и опять-таки всего государства. Ну что ж. Ну, например, остальные министерства, которые отвечают за свои функции. Меньше денег, больше эффективность. Замечательная идея, но боюсь, что тогда им не хватит постов в коалиции, это не будет принято, да, к сожалению. Один вас так и сказали. Да, Евгения Зайцев у нас была на прямой связи, большое спасибо. До свидания. Не слушайте радио Редактор субтитров,